Предупреждение о распространении коронавируса уже несколько недель остается самой главной темой. Что делается в Чувашии для профилактики и все ли готово на случай выявления этого заболевания в регионе, обсудили на еженедельном совещании в Доме правительства. Пока в России двое больных с подтвержденным диагнозом коронавируса. В Забайкалье и Тюменской области, которые прибыли из Китая, они с первого дня пребывания в стране находятся в боксах инфекционных стационаров. Лица из близкого круга общения также госпитализированы. В Чувашии пока таких случаев не зафиксировано. Однако план организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавируса разработан. Временно исполняющий обязанности главы республики Олег Николаев его подписал. Все медицинские организации готовы к приему потенциальных больных. Служба медицины катастроф провела тренировочные мероприятия по их доставке в медучреждения. В больницах и аэропорту проведен инструктаж врачей, которые оказывают первичную помощь, отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики. В 15 инфекционных стационарах сформирован коечный фонд в количестве 408 коек. Имеется 44 боксеринговых боксов с 70 койками для изоляции больных лиц, подозреваемых на инфекционные заболевания. И дополнительно могут быть развернуты 1529 коек. В готовности находятся 202 реанимационные койки. Для профилактики инфекционных болезней организована работа 660 выездных бригад. Для медицинской организации и комплектованной медицинской аппаратуры для лечения осложненных форм гриппа и новой коронавирусной инфекции. Сейчас с симптомами ОРВИ в стационаре городской детской больницы номер 2 под особым наблюдением находятся трое детей. Двое отдыхали в Китае. Один контактный родители отдыхают в Китае. И в БСМП находятся двое взрослых отдыхавших в Китае. Дополнительно 31-го часа на территорию Чуваши прибыло еще два взрослых отдыхавших в Китае без симптомов ОРВИ и отрицательными тестами на коронавирусную инфекцию. Эти тесты выполнены в пункте прибытия в городе Казан, который находится под амбулаторным наблюдением. Во всех случаях новый коронавирус не выявлен. Инфекционные больницы, ПЦР-лаборатории дооснащают дополнительной аппаратурой, пробами для исследований, лекарствами, дезинфекционными средствами. На это выделено 49 миллионов рублей. Ситуация находится на контроле у Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора Чувашии. Постановлением главного государственного санитарного врача поручено проводить дезинфекционные мероприятия, усиленный дезрежим в местах массового пребывания населения, в том числе в культурно-зрелищных объектах и объектах спорта, на вокзалах, торговых центрах, рынках и так далее. Эту работу должны проводить руководители организации. Просьба министерствам, ведомствам на своих объектах обязать и организовать эти мероприятия. Специалисты рекомендуют пока воздержаться от посещения Китайской Народной Республики и других стран, где выявлен коронавирус, и проводить обычную профилактику от ОРВИ. Татьяна Трофимова, Павел Редков, Республика.